Ребята, всем привет! У нас сегодня очередной конец рабочего дня, очередная прекрасная погода на улице, вот смотрите, солнышко, мотоциклик, ребеночек, все сухо, четко и красиво, и самое время, чтобы в очередной раз поковыряться с Уралом, потому что да, то те мероприятия и то, что я сделал с ним в прошлый раз, чтобы он не тек маслом, к сожалению, не помогло, и масло потихонечку все равно подкапывает с дренажного отверстия. Да, намного меньше, но все-таки факт места имеет. В общем, в состоянии спокойствия и душевного равновесия, откручиваем гайки, вынимаем ось, отсоединяем тормозную тягу и несем редуктор, собственно, на рабочий стол. Я уже немножко кое-что попытался подготовить, вот такая фигня получилась, но об этом все-таки чуть-чуть позже. Так, ну и вот смотрите, масло у нас получается внутри, внутри этих втулок тоже оно есть, но и под сальником, то есть вот там вот тоже есть масло, то есть сальник как будто бы тоже пропускает. Ну, даже не знаю, честно говоря, что в первую очередь винить сальник или же втулку. Возможно и то, и то, но мне кажется, что сальник тоже виноват, потому что, смотрите, вот здесь видите вот эту вот грань, ну, где испачканы шлицы, вот такое ощущение, что изнутри масло не попадало вот сюда в наружку, то есть вот перехода вот этого масла, его нет, оно снаружи попало вот на эти шлицы, на эту грязь. Или из шлицевой части колеса, там было смазкой, она попала вот сюда, но вот то, что вытекает масло из вот этой внутренней части в наружку, ну, как-то не похоже, как-то оно не похоже. Ладно, надо думать, потом надо разбирать, и в любом случае я хочу установить все-таки вот такую втулку с войлочной набивкой. Я тут сделал войлочное кольцо, вот это вот, связал его ниточкой, чтобы было поплотнее. Ну, и для пущей уверенности еще и такой войлочный поясок по остальной части втулки тоже пустил. Пока обмотал это все нитками, просто чтобы для удобства установки, потом эти нитки, я думаю, они в процессе работы все равно перетрутся и дадут должную свободу вот этому вот войлочному материалу. Ну, и, естественно, нужно будет прям хорошенько, обильно все это дело при установке промазать консистентной смазочкой. Какой-нибудь литол, солидол, шрус, что-нибудь, в общем, такое густое. Я, скорее всего, литолом воспользуюсь. И, знаете, в первую очередь при ремонте редуктора, при борьбе с его течью, я сделал то, что на самом деле не будет абсолютно не иметь никакой связи с устранением течи. Скорее, наоборот, для, как бы это сказать, улучшения, что ли, течи, я кое-что добавил редуктор. На основной моей работе это бы назвали лютым костылем. Короче, вставил я сюда вот такую вот ввертыш. Наружная резьба F8, внутренняя M5. И из тормозной трубочки сделал вот такую штуку. То есть оно сюда вкручивается, контрится гайкой в нужном положении. Это сделано для того, чтобы, если течь мне не удастся победить, то она хотя бы капала не напрямую на колесо, а с чуть-чуть отводом в сторону, чтобы хотя бы на колесо, блин, не попадало. Такая штука, конечно, ценность ее спорная, этой доработки, но, по крайней мере, колесо не придется протирать каждый раз при разборке. А то вот, казалось бы, поездил буквально там 2-3 дня. Ну, не сильно, конечно, я его еще загадил, но вот уже есть. Видите, вот капельки, пятнышки. И вот это вот каждый раз придется протирать. Поэтому вот такая доработка, пусть она будет. А планы на, собственно, ремонт какие? Да, очень простые. Во-первых, поменять подшипник на полностью закрытого типа. И, во-вторых, установить втулку с фетровым уплотнением. Но на этот раз установить ее не проточкой вверх, как я сделал сейчас с резиновым колечком, а проточкой вот этой частью вниз. Здесь, ну, как бы это уже показать, я ее уже обмотал полностью фетром. Сейчас покажу. У меня здесь склады. Вот здесь задний редуктор, гайки, втулки, клинья. Вот, вот этой вот частью, вот этой, вниз. То есть, от подшипника. Вот этой частью к шестерне. Так она должна стоять по заводу. Так я ее и буду устанавливать. Так, ну и что мы тут видим? Видим мы размотанную изоленту, которую я пытался уплотнить. Вот это вот резиновое колечко. И, как бы оно, видим, немножечко размоталось. Возможно, это послужило причиной течи масла. Возможно, причина какая-то иная. Но, тем не менее, факт, как говорится, место имеет. Изоленты подмотка здесь не вариант. Ну и да, по совету уважаемого и авторитетного человека с канала Оппозит Мото Беларусь. Дим, привет! Решил я померить биение. Биение на поверхности подсальник. На, собственно, ступице. И, ну, еще и заодно померяю на биение на поверхности рабочей под иголочки. Ну, то есть, по факту, на внутренней обойме этого игольчатого подшипника. И то, что я померял, блин, на поверхности подсальник, ну, как бы, вообще не радует. Смотрим. Как вам, блин? Вот, минус 5 от нуля. И практически 20. Ну, да, 20. 25 соток биения. Офигеть! Какой же тут сальник отработает? Я слышал, хорошие сальники, ну, блин, ну, полторы десятки, десятку биения еще могут держать. Ну, здесь-то 2,5. Да. Немножко ходит, конечно, мой этот шарнир. Так, отодвигается. Но, в целом, общий порядок этого самого биения увидеть можно. От минус 5, минус 6 до плюс около 20. Да. Еще и поверхность такая, видите, подрагивает стрелочка. Это потому, что поверхность, не сказать, чтобы сильно качественная. Да, минус 6. И чуть не доходя даже... Ой, минус 8. И не доходя две десятки до двадцати. Ну, две сотки. Да. 25. Ну, примерно 25. Примерно четверть миллиметра биения. Это лихо. Давайте померяем теперь вот эту вот поверхность, по которой работают ролики. Ну, иголочки. Вы знаете, здесь почти такая же картина. Я вижу здесь 19, даже... Нет, не 19. Две сотки до полтоса не доходят. И на... Ну, да, на 30 где-то в другой стороне 30. Даже вон на одну сотку меньше 30. Короче, 19 соточек биения. Две десятки. Одна пятая миллиметра. Блин, так вы их жопой, что ли, эти детали делали? Ну, как так-то? Как можно на детали вращения получить такое дикое биение? Это нужно, не знаю, с пяти установок, что ли, ее точить? Или как? Причем же биения даже не совпадают. Здесь больше, здесь меньше. Как? Ролики, что ли, выгрызли такое? Ну, не знаю. Ступицу, по идее, надо менять. Ладно, что ж поделать. Бывает, бывает. В любом случае, сегодня я этот узел собирать не собирался. Звучит так, да? Собирать не собирался. Потому что еще нужно купить подшипник новый. Ну, тоже на всякий случай, как бы, заменить на новый. Мало ли, может, еще и в нем дело. Подшипник этот куплю закрытый. Ну, то есть такой, с резиновыми уплотнениями. Ну, может быть, станет лучше. А если нет, если лучше не станет, то костыльечек будет отводить течь масла хотя бы от колеса. Ох, не знаю, ребят, не знаю. Я вот решил еще вот так замерить биение. Знаете, чтобы учитывать, скажем так, не только подшипник 207, но и как бы роликовый подшипник. Поставил вот на такой уголок с вырезом, опер крышку на две точки, чтобы она не центром опиралась, а только по краям. Ну, так, так биение, да, чуть-чуть меньше. То есть, ну, давайте посмотрим. Около, ну, около 15 соточек. Так, где-то так. Но все равно многовато, многовато. Это, если и будет сальник работать, то уже на самом-самом своем пределе. Плюс, видите, как стрелка подрагивает. Частота обработки поверхности тут, ну, мягко говоря, впечатляет. Только в другую сторону. Не в хорошую, а в нехорошую. Перебрал я штук, наверное, 7-8 этих ступиц. Разобрал три редуктора. Вот этот. Все перемерил. И они, блин, все кривые. Вот все. Какие-то чуть больше, какие-то чуть меньше. Ну, вот минимум я нашел 15 соток. Это на том редукторе, на котором я еще из Братислава уехал. Вот на этом 25. Где-то там 20. Ну, короче, такое. Созвонился сейчас с Димой, оппозит Мото Беларусь. Человек очень опытный в этом вопросе. Спросил, как быть, как ты решаешь эту проблему, как проще. Он, как бы, честно ответил, что решение проблемы только одно. Это найти нормальную ступицу без биения. Потому что убрать биение практически невозможно. Ну, по крайней мере, в домашних условиях. Да даже и в станочных условиях. Не каждый станочник это сможет сделать. Потому что базироваться от 207-го подшипника только надо. Обкатываться по всем этим плоскостям. Ловить вот когда ступица зажата в станок, в патрон. Чтобы она такое же биение имела, как если бы она надета на подшипник. Выравнивать это биение, это... Я не знаю, кто мне так сможет сделать и где. Поэтому принято решение. Немножко я сейчас шлифану, конечно, наждачкой еще эту ступицу. Чтобы хотя бы поверхность стала ровная. Ну, такая, более-менее. И есть вариант использовать смазку шрус в редукторе. Да, я знаю, что это не по фэншую. Что ее, типа, как разбрызгает по краям. Она на все стенки редуктора прилипнет. И шестерни смазываться не будут. Но это если ограничиться только смазкой. А вот если еще туда чуть-чуть, грамм 50-30, трансмиссионочки добавить. Тогда, по отзывам людей опытных, такая система вполне ходит. И, как бы, не очень-то капает. Будем пробовать. Буду собирать, потому что... Как победить эту течь, когда наступятся две десятки биения, я не знаю. Выточить новую ступицу или наплавить сюда что-то и потом как-то отшлифовать. Ну, это... Этот редуктор золотой станет. Уже проще тогда, не знаю, с волка... Не с волка, там... С гера по редуктор купить. Всяко дешевле обойдется. Поэтому, имеем, что имеем. Попробую вот этих... Сочетание двух полумер. Шлифовка поверхности и использование шруса. Возможно, ситуация станет лучше. Полностью процесс сборки я уж показывать не буду, потому что буквально недавно подобное видео вышло уже на канале. Поэтому я сейчас это все соберу. Ну, или не сейчас, а завтра, когда смогу купить подшипник. Сегодня магазины уже не работают. И будем испытывать. Будем испытывать. Будем смотреть, что получится в итоге. А на сегодня все, ребят. Всем удачи. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok